Параллельные миры Индии и Тибета Самым интересным путешествием в своей жизни Я считаю путешествие в мир познания В мир познания духовного Через знания, ведания, веды Путь пролегает к вершинам Духа и к Божественной природе человека Мы путешествуем в материальном мире Преодолевая препятствия и благодаря этому Имеем возможность проявить качество духовное Концентрируясь на духовном Мы организовываем материальное Развивая и творя этот мир Согласно Божественной воле Думаю, что веды Неспроста длительное время Передавались в устной форме Непосредственно от учителя к ученику Когда мы записываем мысль на бумаге Или на камне Мы ее искажаем Или излагаем неполно Человек, когда читает Снова же таки искажает ее В зависимости от уровня своих знаний и культуры Которой воспитывался Передача знаний через посредника Без прямого общения с учителем Махатмой И проверки достоверности усвоенного Ведет к их потере Индия поглощает и растворяет в себе человека Как муравейник поглощает муравья Как океан растворяет каплю Здесь ты начинаешь ощущать Что ты не центр Вселенной А всего-навсего Точка наблюдения За какой-то частичкой этой Вселенной Одна из бесконечного количества Таких самых важных и ценных Для Вселенной точек монад Которые мы почему-то называем Индивидуальностью Гималайи Это величие природы Дает возможность твоему сознанию Которое уже растворилось В индийском хаосе Вселенной Подняться на вершину Духовных переживаний Здесь начинаешь понимать свое место Во Вселенной и на этой Земле Начинаешь переосмысливать свое назначение Время, остановившись Дает возможность перейти в другую реальность С другими ценностями Материальная сторона занимает свое Довольно незначительное место Но из середины, где-то из глубины Внутренней Вселенной Начинает вырастать и приобретает Реальные формы Что-то слишком особое До сих пор не очень знакомое Или давно забытое Покой этих великанов И одновременно их безграничная сила Мощность, которую ощущаешь Каждой клеткой Каждым атомом своего тела Создает невероятные условия Для проявления и роста Нового в человеке Нового? А может, давно забытого От которого мы отвернулись Сузив свой мир Только к материальным ценностям Ведь сама наша сущность Начинает говорить с нами В этой безграничной тишине Только грохот лавин Которые сходят с гор И порывы ветра Возвращает к физической реальности В рутине настоящего Время плывет Настолько незаметно Что мне кажется Что ничего не происходило А я просто мгновенно Проснулся от сна Который повторялся Постоянно Каждую ночь И уже так надоел То даже нет желания Пропоминать Что там было Где эти новые впечатления Новые приключения Новые знакомства Страны Миры День за днем повторяются Повторяются события Время течет И когда задумываешься Что же изменилось А что осталось Выясняется Ничего Что осталось Нового Выдающегося От вчера Что отличает Его от позавчера Или три-четыре Дня тому назад Что осталось В душе такого Чтобы согревало И наполняло ее Чтобы отвечало На вопрос Хотя бы частично О смысле жизни И назначении Человека В этом мире Ничего В этих раздумьях Я ехал к Киеву Шестой раз Собираясь В Индию Почему именно В Индию Спросите вы Вопрос актуальный Но не для меня За последние семь лет Я побывал В Южной Америке Где странствовал По джунглям И древним городам Эквадора Летал на маленьком Как пчелка Самолетики Над гигантскими Знаками пустыни Наска Поднимался На Насканские Пирамиды И опускался В только что Раскопанные Подземелья С множеством Костей и черепов В Перу Блуждал улицами Города Утерянного В перуанских Горных джунглях Священно-таинственного Города Мачу-Пикчу Часами молча Общался С каменными Исполинами На острове Пасхи Стараясь ощутить Что же они Затаили И о чем Они молчат Когда я созерцал Древнейший город Американского Континента Тиуанаку В моей голове Роились мысли О множестве Цивилизаций И культур Которые Существовали На нашей планете Появлялись И исчезали Оставив по себе Только каменные Памятки Мифы И легенды О людях Которые жили Работали Рождали детей Создавали эти Незабываемые Памятники Секреты Многих Из которых Утеряны И мы до сих пор Не можем их Разгадать Что кроме этого Остается от людей Которые приходят В эту жизнь В страданиях Рождения Живут трудные Короткие жизни И уходят Из этого мира В мучения Куда Уходят Эти вопросы Возникали В моем сознании Когда Во вьетнамских Городах Я погружался В человеческую Толпу Она поглощала Меня И закручивала В стремительном Водовороте В Таиланде Будто бы По-буддийски Спокойной И уравновешенной Стране Но уже Испорченной Европейской Меркантильностью Американской Психологии И образом В жизни И только Возможно Камбоджа Которая Хотя и очень Пострадала От войн И влияния Извне Еще немного Сохранила В джунглях Анкор-Ватта Атмосферу Старинного Покоя Ведической Глубины И буддистской Умеренности И И Особенно Лаос Со своими Бесконечными Лабиринтами Дорог Среди Горных Джунглей И Выныривающими Неожиданно Небольшими Поселками С буддистскими Монастырями Еще Сохраняют Немного Ту Уникальную И Незабываемую Атмосферу Вселенского Покоя И бесконечной Божественной Любви Которые До сих пор Я ощущал Во время Своих Путешествий Только В индийских Гималаях А еще В западном Тибете Ладакхе И Кашмире То же Самое Ощущение Сопровождало В храмах Старинных Городов Индии Харидваре Ришекеше Аллахабаде Варанасе Пури Рамишвараме Двараке И других Эти города Индии Сохраняют Священное Знание Вед Которое Частично Растворилось В индуизме И извне Приобрело Примитивную Пестрость Индийских Верований Но Где-то В глубине Храмов И пещер Святых Отшельников В которые Проникнуть Обычному Человеку Даже если Ты Вишнуит Или Шиваит Очень тяжело Все-таки Сохраняется То первозданное Сокровенное Знание Данное Человечеству Каждый раз Возвращаясь К этим мыслям И воспоминаниям Я наиболее Ярко Припоминаю Как в течение Семи лет В разное Время Я приезжал В разные Священные Города Индии Чтобы собрать Воедино Те капельки Знаний Что остались От первоисточников У всех мирских занятий Один неизбежный конец Скорбь Знай это Откажись от Обретения И накопления И повинуясь Наставлениям Превосходного Гуру Отправляйся На поиски Истины Что за пределами Рождения И смерти Во мне Как и в каждом Человеке Живет Реалист И скептик Требующий Доказательств И фактов А также Неудержимый Романтик Идеалист Устремляющий Меня в Невероятное Головокружительное Путешествие В поисках Чудес Открытий И душевных Переживаний Так обогащающих Нашу Постоянную Повседневность Каждое путешествие Это прыжок В неизведанное А паломническое Путешествие В Индию И Тибет Это прыжок В параллельный мир Где время Остановилось Много веков Назад Время здесь Совершенно особая Координата И движется Оно по-особому То замирая Совсем То совершая Небольшой Скачок Создается Впечатление Что пространство Здесь Свернуто Петлей Мебиуса И ты Как будто бы Перескакиваешь Из одного Пространства В другое Не покидая Поверхности Тибетского Плато Оказавшись В водовороте Цивилизации Поддаешься Соблазном И суете Мечешься Рвешься куда-то А переступив Порог монастыря Вдруг Растворяешься В тишине Монастырских Коридоров И залов Заполненных Шкафами С древними Манускриптами И алтарями С изображениями И храмов И храмов Вишну Я много читал Изучал Веды И занимался Йогой И медитацией Но в суете Даже небольшого Европейского Городка Мне не удавалось Глубоко Проникнуть В суть Изучаемого И вот Долгожданный И совершенно Неожиданный Перелет В Индию Еще сидя У иллюминатора Боинга И наблюдая За проплывающими Под крылом Вершинами Гор Я уже Почувствовал Настолько Нереальными И бессмысленными Зачастую Бывают Все наши Устремления И усилия Тщетны усилия В создании Материальных благ Не ведущих К освобождению И еще больше Сковывающих Нашу свободу Пожирающих Время И силы Поистине Суета Сует И томление Духа Мои Мои размышления Прервал Голос Стюардессы Приветливо Сообщившей О прибытии В аэропорт Дели Невероятный Контраст Между Передовыми Технологиями Бешенными Темпами Развития Которые Чувствуешь В аэропорту И по дороге В Дели И По-прежнему Патриархальным Укладом Жизни Индусов А у меня Есть чем Сравнивать Я приезжал В Индию Уже Шестой Раз И каждый Раз Это Приятный Шок Обилие Запахов И звуков Улыбок И приветствий Попрошайки Торговцев В Дели И Толчее Понимаешь Как в этой Стране Может поместиться Полтора Миллиарда Жителей И самое главное Что сразу Тебя захватывает Свой водоворот Этот праздник Создается впечатление Что от нищего До богатого Все живут В состоянии Постоянного праздника Который Выплескивается На улице Городов И небольших Селений Шумными Демонстрациями С трубами Барабанами И колокольчиками Многоликая Улыбающаяся Изливающая Любовь Толпа Захватывает Тебя И километры Несет В любовном Трансе К храму В котором Проходит Таинство Ведических Мистерий Музыка Высочайшая Горная система Земли Гималайи Расположена Между Тибетским Нагорьем На севере И Индаганской Равниной На юге В Гималаях Ясно видно Ярусное Распределение Растительности Снизу Вверх Тираи Заболоченные Джунгли Они сменяются Вечно зелеными Тропическими Лесами Лиственными Хвойными Смешанными И альпийскими Лугами Гималайи Делятся На три ступени Образующие Горы Шивалик Пред Гималайи Малые Гималайи Хребет Пирпанджал Тхаулатхар И другие И отдаленные От них Цепочки Продольных Впадин Таких Как Катманду Кашмирская Долина И большие Гималайи Которые Подразделяются На Осамские Непальские Кумаонские И пенджабские Кумаонские Или иначе Кхарвальские Гималайи Расположены В индийском Штате Утаракан В этом Штате Находятся Древние Священные Города Харидвар И Ришикеш А также Известные Четыре Гималайских Святыни Ямунотри Ямунотри Ганготри Кедарнатх И Бадринатх В горах Харвала Берут начало Реки Ганга И Ямуна Востоку Востоку от города Ришикеш Находится Известный Горный Курорт Манали Находящийся На севере Долины Кулу Эти священные Места Ведической Мифологии Я решил Посетить В первую Очередь И о них Последовательно Расскажу В дальнейшем Своем Повествовании Харидвар Дверь Богов Или Врата К Богу Самый Северный Из семи Священных Городов Харидвар Он же Ведических Источниках Майяпури Этот Город Находится В том Месте Где Ганга Зародившись В Гималаях Земле Богов Начинает Течь По равнине Земле Смертных И их Иллюзий Майя Несколько Тысяч Лет Паломники Собираются Сюда Чтобы Искупаться В хрустально Чистых Ледяных Струях Реки Харидвар Священен Для всех Поклоняющийся Вишну Называет Его Харидвар Дверхари То есть Рама Шиваиты Знает Его Как Хардвар Хара Одно Из Имен Шивы Это Тапом Пхуми Земля Мудрецов Где Можно Получить Знания Ведущие К Просветлению Харидвар Упоминается Еще В древних Эпосах Рамаяне И Махабхарат Раскопки Показывают Что Город Уже Существовал За Три Тысячи С половиной Лет До Нашей Эры Великий Император Акбар Предпочитал Пить воду Ганге Именно В Харидваре Он Называл Ее Водой Бессмертия Вода Эта По Всеобщему Убеждению До сих пор Исцеляет Очищает И смывает Грехи В Варанасе Главный Шива В Айотхе Рама В Бриндаване Идварке Кришна В отличие от Других Священных Городов В Харидваре Нет Главного Храма И нет Отдельного Божества Имеющего Исключительные Права На это Место Здесь И храм И божество Это Сама Река Ганга Ходить По храмам В Харидваре Дело Вторичное Главное Для паломников Здесь Древний Ритуал Погружения В холодные И быстрые Воды Священной Реки Ганга Здесь Иминуется Дживан Дайини Дающая Жизнь И Мокша Прадаини Дающая Освобождение Поэтому Самое Священное Место В Харидваре Это Главное Место Ритуального Омовения Хат Харки Паури По легенде Этот хат Был построен Царем Викрамадитий В 57 Году До Нашей Эры Харки Паури Означает Ноги Вишну И считается Что отпечатки Ступней Бога До сих пор Сохранились На стене Хата Ниже Уровня Воды На этих Ступенях Каждый вечер Проводится Церемония О Арти Подношение Горящих Светильников В реке Ганге И говорят Что именно Этот хат Отмечает Место Где Ганга Из горной реки Превращается В жительницу Равнин Неподалеку Находится Астки Прават Хат Где стоит Храм Ганги Но как и В большинстве Священных Городов Индии Большая часть Набережной Ганги В Харидваре Состоит Из разных Хат Ганга Течет Здесь Довольно Стремительно И погружающимся В воду Для очищения Рекомендуется Держаться Для этого Специально Устроены Особые поручни Или цепи Но конечно же В Харидваре Есть и храм Самым древним И святым Храмом В Харидваре Считается Храм Мая Деви Он посвящен Богине Матери Здесь Особо Сильно Проявляется Энергия Великой Матери Деви Рождающей Силу Всех Богов В Харидваре Ганга Протекает Между Двух Высоких Холмов На вершине Одного Из них Находится Древний Храм Манса Деви Храм Богини Исполняющей Желания По другую Сторону Реки На противоположном Холме Более Новый Храм Чанди Деви Подняться В оба Из них Можно пешком Или по Канатной Дороге Из вагончика Которая Открывается Потрясающе Видно Город Харидвар Харидвар Издревле Был Столицей Образования И Культуры Здесь Произошли Многие Легендарные События Описанные В Ведах И Пуранах Для паломника Харидвар Дважды Благословен Потому что Это одно Из четырех Мест Остальные Три Это Насик Уджайн И Аллахабад Где Раз 12 лет Проходит Великий Религиозный Фестиваль Кумхамелла Праздник Для посещения Которого Все аскеты И святые Спускаются С гор И выходят Из своих Пещер Праздник Этот Происходит В честь Того Что Когда-то Боги И асуры Взбивая Мировой океан Получили Нектар Бессмертия Амриту Но не поделили Его И начали Биться Бились Они Бились А кувшин Время от Времени Наклонялся И капля Нектара Попадала На землю Капли Эти Упали В четырех Местах Индии В Харидваре Насики Насики Праяги В современном Аллахабаде И Уджане И теперь Раз в четыре Года В одном из этих Четырех городов Празднуется Кумхамелла Праздник Очищения Говорят Что В какой-то Момент Точно Вычисляемый По звездам Вода В соответствующей Священной реке Превращается В нектар Бессмертия В восьмом веке Шинкара Призвал всех Аскетов И мудрецов Встретиться Во время Кумхамеллы И обсудить Все важные вопросы Идея прижилась С тех пор Кумхамелла Самое крупное Религиозное Собрание На земле Субтитры создавал DimaTorzok